Мишина Написано в перте-вод. Есть такая Мишна в Перте-вод. И она говорит нам так. Значит, говорит нам так эта Мишна, что «Авера цахареми цва, беди за заповедью», говорит нам эта Мишна, сказал ее «Бен Азай». «Бен Азай» он нам сказал «беди за заповедью и убегай от преступления». Потому что заповедь, она вызывает заповедь. Она является причиной для следующей заповеди, а преступление является причиной для следующего преступления. И получается, что у нас, что плохая привычка, да, то есть все, в принципе, плохие привычки, они, это не заповеди. То есть, понятное дело, что плохие привычки, это не заповеди. То есть, зло, оно более в этом мире притягательное. Почему оно более притягательное? Потому что иначе не было бы свободы выбора. Если бы зло не было более притягательное, то не было бы никакой свободы выбора. Все бы выбирали бы добро. Потому что добро лучше, чем зло. Это очевидно. То есть шалом, добро, оно намного лучше, оно приятнее, оно вызывает наслаждение. Ну то есть добро, вечная жизнь, это же так прекрасно. Да, мирное небо, мирный день, тепло. Все, все это хорошо. А почему же тогда есть зло? Зло притягательное. Зло имеет, оно гонится за тобой. Оно гонится за тобой, Марк Бодерто. Да. И, например, вот ты сидишь, упражнение тебе надо встать и сделать. То есть тебе нужно встать, там приседать, какой-то пресс. Ну неприятно. Вот я сейчас в дом захожу, у меня турник, я подтягиваюсь. И каждый раз борьба с собой. Да, я сейчас на простом примере объясняю. Теперь, а вот пирожное, оно на тебя прям смотрит. Вот оно на тебя смотрит, прям вот так вот. И прям оно стремится в тебя зайти, это пирожное. И никакого тут нету напряжения. То есть рука сама тянется за пирожным и вот туда. И как только ты съел пирожное, второй подход сделать в подтягивании сложнее, чем слушать второе пирожное. Второе пирожное, оно прям заходит элементарно. Да. Понятная идея. Хорошо. Хорошо. Теперь и поэтому опоздание, да, если человек опаздывает, то это для него может быть... Но знаете, что интересно? Вот что интересно? Например, опоздание. Опоздание. Это плохая привычка? Мы скажем, да, плохая. А не опаздывать хорошее? Сто процентов хорошее. Теперь, ну если мы посмотрим, что человеку, например, тот, кто никогда не опаздывает, да, то он получает в жизни много очень страданий. Почему? То есть первое, он себя должен... Это такой самоконтроль, большой самоконтроль. То есть тот, кто не опаздывает, он впихивает, как бы, он впихивает жизнь в свое расписание. Он говорит так, вот мое расписание, вот оно, вот оно. И я, значит, сейчас впихну свою жизнь в мое расписание. Он не оставляет, как бы, пространство для творчества. Да, то есть он старается все впихнуть. Теперь, ну, когда ты идешь навстречу с кем-то, ты же не один в этом мире. Кто-то второй, он может быть не в твоей схеме. И он может опоздать. Если он опоздал, вот тут вот как раз и является экзамен для тех, кто не опаздывает. Если к вам навстречу люди опоздали, то у вас два варианта. Первый вариант злиться. И тогда вам придется много злиться. Потому что людей, которые опаздывают, их очень много. И жизнь, она очень с трудом впихивается в план отдельно взятого человека. И вот здесь как раз нужно иметь гибкость достаточную. То есть ты сам можешь себя стараться изо всех сил впихнуть в свой план. Теперь, ну, если твой план зависит от других людей, то тогда надо быть готовым к тому, что оно не получится. Оно не получится, люди, другие не под твоим контролем. И тут наступает второй экзамен. Второй экзамен. Как я реагирую на это? Как реагировать на то, что другие люди не хотят выполнять ваш план? Что они опаздывают на ваши встречи? То есть это отдельный экзамен. И ответы на все эти вопросы мы находим где? Мы находим в Торе. Правильно, мы находим в Торе. Значит, сейчас глава, у нас заканчивается глава Беар. И на этой неделе уже читают две главы. Беар и Бехукатай. Вот завтра мы начнем. Сегодня, кстати, конец главы Беар. И потом начинается глава Бехукатай. Значит, здесь мы дошли до того, что в главе Беар Всевышний нам рассказывает о том, как земля должна возвращаться на 50-й год. И тут есть очень важная такая идея. Ти ямух ахиха, уматая до и мох. Значит, если обеднеет твой брат, его рука дрогнет рядом с тобой. Поддержи его. Даже чудака, который лишь временный жилец, чтобы он мог жить с тобой. Не бери с него лихвы и роста. И бойся своего Бога. И жизнь твоего брата будет связана с тобой. Свои деньги не давая ему под проценты, в рост не давая ему твою еду. Я Бог, ваш Бог, который вывел вас из земли Египта, чтобы дать вам землю Кнаана, чтобы быть вам Богом. Значит, вот здесь есть очень важная такая вещь. Значит, вот Всевышний, мы исходим из предпосылки какой, что все принадлежит Всевышнему. То есть, весь этот мир, абсолютно весь этот мир, со всеми его законами, молекулами, атомами, людьми, планетами, все это является производным из Всевышнего. Да, он это создал, он этим управляет, он этому дает жизнь. То есть, в принципе, весь этот мир, это такое слово эманации. Эманации. Я даже не думал никогда, что я его знаю, но почему-то вот оно сейчас у меня всплыло. Какое-то слово эманации, проекции, проекции Всевышнего. То есть, вначале был только Всевышний, потом он из себя создал, создал мироздание, и он же в это мироздание наполняет. И все это мироздание получается проекцией эманации Всевышнего. Теперь в этих эманациях Всевышнего он поставил одного, один элемент, который является полным отражением Всевышнего. И этот элемент является кто? Человек. По образу Бога он создал человека, и в человеке Всевышний проявляется наиболее полно в своем мироздании. Почему? Потому что, с одной стороны, в человеке есть механическая часть мироздания, то есть, все, что касается инстинкта, все, что касается тела, материя, это все уже есть. Человек был создан в конце, когда уже создано было все мироздание, и в итоге человек, это как бы отпечаток со всего мироздания, то есть, эти есть и вся таблица Менделеева, вся неживая природа. В человеке есть и все животные, абсолютно все. В человеке есть, значит, вот и неживая природа, и животные. И дальше Всевышний в этого человека, он в него вставил в себя, да, божественную душу, и дал ему уникальный аппарат такой, да, интеллект. Интеллект – это как? Вот сейчас придумывает искусственный интеллект и удивляется. Вау, он может ответить на вопрос. Искусственный интеллект может ответить на вопрос. А то, что человек может ответить на вопрос, вас не удивляет, что человек может вспомнить кого-то, кого он видел там 20 лет назад, И он может сейчас вспомнить, увидел человека, а помню 20 лет назад мы с тобой там были в институте вместе или на празднике каком-то. Это же удивительно, или слово эманация как в голове всплыло. То есть интеллект это как раз то, что Всевышний дал вот этот вот компьютер человеку. Божественная душа, животная природа и у человека есть выбор, свобода выбора. Как у Всевышнего есть выбор, так у человека есть выбор. У всего остального выбора нет. Все остальное действует четко по установленным законам. Хотя у животных, если у животных свобода выбора, эта свобода выбора она только в рамках, опять же, ощущений и инстинктов. То есть животное, у него нет никаких правил, никаких принципов, никаких ожиданий и идей, размышлений. То есть животное, я недавно читал такую фразу, меня удивило очень. Нет корова, которая ощущает себя тигром, например. Человек, он родился, женщина, например, да, и думает, вот жаль, что я не мужчина, да, жаль. Вот я вот себя ощущаю мужчиной, да. Или сейчас есть такие небинарные создания, они вообще не знают, кто они. То есть он себя вообще не ощущает. Вот он себе придумал, что я не знаю, кто я. Корова, она корова. Она не может себя жалеть всю жизнь о том, что она не родилась орлом, да. Вы видели когда-нибудь корову, которая жалеет, что она не орел? А человек есть, который жалеет, что он не тот, не этот, не тот. То есть человек живет в каких-то вот таких вот постоянных... Это и есть свобода выбора. То есть то, что ты думаешь. Наша свобода выбора, она именно в мышлении. Теперь дальше. И вот здесь у нас есть глава БР. Сейчас, секунду, я увлекся, увлекся описанием, кто такой человек. Значит, глава БР, если твой брат обеднеет рядом с тобой, поддержи его. И запрещено давать ему деньги под проценты. И запрещено брать деньги под проценты. Так сказал Всевышний. А почему? Это очень странно. Запрещено брать деньги под проценты, давать деньги под проценты. Значит, и вы можете удивиться. А почему в Израиле, например, ты берешь в банке суду какую-то, да. И ты же берешь под проценты. Если запрещено давать, значит, запрещено давать и запрещено брать. Так, а как же в банках берут суды? Очень странно. Вот здесь как раз тема эта, она близка к опозданиям. Значит, запрещено, почему запрещено давать суду и брать суду? Потому что ты таким образом как будто бы говоришь, что я управляю этим миром. Я управляю бизнесом. Я управляю, то есть я знаю то, что будет. И когда человек один дает другому деньги под проценты, он, значит, говорит ему, мне не важно, что будет с тобой, с твоим бизнесом. Мне все это не важно. Деньги вот эти вот, да, они должны вернуться тогда-то вот с таким-то процентом. Понятно? Тот говорит, ну понятно. И у того ничего не получилось. У того он потерял деньги, обеднел. И что? Он должен отдать под проценты. Почему? Потому что вот так вот установлено. Так договорились. Всевышний говорит, нет. Вот как раз все, что касается денег, процентов, я запрещаю это делать. Запрещено. Почему? Потому что ты пытаешься сказать, что ты управляешь тем, что будет. Ты не управляешь тем, что будет. А как же тогда здесь работают банки в Израиле? И как это происходит? Значит, когда человек берет в банке деньги, он берет эти деньги для чего? Для того, чтобы что-то выиграть. То есть человек не берет деньги, чтобы проиграть. Человек берет деньги, чтобы выиграть. Он думает. Ну, на простом примере. Я сейчас возьму кредит в банке. Куплю квартиру. Эта квартира, значит, я буду за нее платить банку, деньги отдавать, то, что занял, плюс проценты. И квартира подорожает за ближайшие там 2-3 года или 10 лет. Я, значит, буду зарабатывать хорошо. И мне это выгодно. То есть я буду жить в своей квартире. Не буду отдавать деньги на аренду. Мне выгодно. То есть человек занимает деньги под проценты, потому что ему выгодно. У банка есть деньги. Банка это работа. Ему тоже банку выгодно дать деньги человеку под проценты. Где здесь Всевышний? Это как бы механизм такой. Да нет Всевышнего. То есть все прописано. А что теперь? А что теперь? Смотрите, что получается. Как красиво. Значит, по торе, когда человек берет в банке деньги, он берет деньги, он с банком становится партнером. Он говорит, человек, я рассчитываю, что будет вот так все позитивно идти. И я с этого заработаю, что банк не дает деньги, я банку верну с процентами, но моя выгода будет больше. Так человек, как будто бы, не как будто бы, он так думает, обращаясь к банку. Банк ему дает деньги и говорит, да, мы партнеры, если все будет, как ты думаешь, то тогда ты нам должен вернуть деньги. Теперь, но если все будет не, как ты думаешь, пишет банк, если вы почитаете внимательно договор на иврите, это называется этер-иска. То есть разрешение делать вот такие сделки, хотя в торе напрямую написано, нельзя давать деньги под проценты, но вот этот как раз пункт в договорах всегда есть. Банк ему говорит, смотри, но мы, хоть мы и партнеры, мы не хотим влазить в твои внутренние дела. Давай с тобой договоримся, нам не важно, сколько ты заработаешь, отдавай нам фиксированную сумму, там 5% в год, 5% в год на ту сумму, которую ты занял. И хоть ты заработаешь, хоть квартира вырастет в два раза, в три раза, ну, нас это не волнует, хотя мы партнеры. Но если ты потеряешь деньги, если ты деньги, если цены пойдут вниз, ты там потеряешь деньги, да, то что, то тогда ты должен доказать нам, что это произошло не по твоей вине, что это произошло по каким-то независящим абсолютно от тебя обстоятельствам, и ты должен это доказать, доказать. Теперь, в принципе, по закону, и такие случаи были, что люди не возвращали банкам деньги, основываясь на вот этом пункте. Они доказывали, что то, что произошло, не является их абсолютно, ну, в их, как сказать, влиянии, не находилось абсолютно в их влиянии. Причем, когда берут суды в банке, например, есть же страховка, и, в принципе, если человек потерял трудоспособность, или он умер, не дай бог, то страховая компания возвращает деньги банку, и квартира остается родственником. Но, в принципе, если человек просто потерял какие-то свои деньги, и он не может вернуть банку деньги, потенциально, по закону, по этому пункту, человек, доказав своему партнеру банку, что он потерял деньги не по своей оплошности, не из-за своей какой-то там ответственности, да, это были действительно непреодолимые им обстоятельства, то он банку деньги не должен вернуть. И на этом основании, несмотря на то, что в Торе написано, что нельзя давать деньги под проценты, но люди и берут у банков, и дают. Теперь есть известная история, которая когда-то на меня произвела большое впечатление, она объясняет этот пункт. Значит, в городе Прага жил один еврей, который отошел от заповеди Торы. Он сказал, я не буду соблюдать заповеди, меня это не волнует. Бог не Бог, это все придумали. Меня интересуют деньги, и он начал давать деньги под проценты. Он начал давать деньги под проценты, а это самый выгодный бизнес. То есть, если вот так вот посмотреть, то, это еще говорил Эйнштейн, что сложный процент – это величайшее чудо света, да? То есть, например, если есть у человека 100 рублей, и он дает их там под 5% в месяц, короткие кредиты там, да, как ростовщики дают, то у него, допустим, за год деньги удваиваются, стало 200. За следующий год стало 400, он начинал со 100 рублей. На третий год стало 800, на четвертый – 1600, на пятый – 3200, на шестой – 6400, на седьмой – 12800, на восьмой – 25600, на девятый год – 51000, на десятый год – 100000, со 100 рублей на десятый год стало 100000, на одиннадцатый год – 200000, на двенадцатый год – 400000, На 13-й год 800 тысяч И на 14-й год 1 миллион 600 То есть со 100 долларов за 16 лет появляется 1 миллион 600 При удвоении каждый год Представляете? То есть это вообще самый выгодный бизнес Теперь, но нельзя, запрещено А этот сказал Буду Значит, ему его предупреждали, все Но он сказал, плевать, я хотел на равинов, на всех И, значит, пришло время ему умирать Он очень богатый, уже полностью ассимилированный Значит, но он все равно, так как он был такой, знаете, протест Ну вот, у него был протест И он, хотя он Тору не соблюдал, но и не стал он христианином И когда он умер, он заповедовал похоронить себя на еврейском кладбище Потому что все-таки он верил, что Бог есть Но не хотел выполнять его заповеди Знаете как? Любил в сердце И его хотели похоронить на еврейском кладбище его сыновья Но Хевра Кадиша Это та организация, которая занимается похоронами на всех кладбищах евреевских в мире Хевра Кадиша, это называется святая 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 не община Хевра это Ну, в общем, сообщество такое Святое сообщество Это святое сообщество В Авпраде сказали, что, извините, вы нарушали все заповеди Торы Вы, значит, относились с полным наплевательством к тому, что Бог сказал делать Мы вас хоронить не будем Сыновья говорят, секундочку Вы не можете не похоронить По Торе вы обязаны Уважение к мертвому телу Оно, это даже первосвященник, если увидел мертвое тело, кого некому похоронить Он обязан похоронить Вы не можете Сыновья им говорят Вот Хевра, конечно, говорят Да, действительно, не можем Но, говорят Вы знаете Для того, чтобы мы его похоронили Это стоит миллион злотых Миллион золотых там каких-то рублей При том, что обычно похоронят или бесплатно Или за небольшие деньги Сыновья говорят Что за несправедливость Что за вымогательство Почему миллион злотых Если там обычного человека хоронят Или бесплатно Или за сто Почему? Они говорят Потому, что он нарушал все заповеди Он публично давал под проценты Вот глава БР Написано Запрещено Давать под проценты А он давал Они говорят Сыновья Ну и что? Ну и Мало ли Но миллион это слишком много И пошли жаловаться К мэру города Бургомистру Пришли они к Бургомистру Тот вызывает Главного раввина Праде В то время был Раф Его звали Вот вылетело у меня из головы Как его звали Раф Атива Идера Его звали Раф Атива Идер Его вызвали Он приходит К Бургомистру Кто говорит Что за вымогательство Вообще Уважаемые горожане Значит Он бантир был Его должны похоронить А вы устраиваете тут вымогательство Миллион вы вымогаете Тот ему говорит Нет извините Говорит Вы же верите Вы христиане У вас есть Библия Вы верите Что значит Библия это правда Это Тора Да Есть у нас часть В которой В которой мы расходимся Насчет Машеха Кто был Пришел уже Машех Вы думаете А мы думаем Еще не пришел Он придет А вы думаете Что он придет Второй раз Вот в этом мы расходимся Но в остальном Там у нас Вера это похожая То есть мы верим Что будет воскрешение Из мертвых Мы верим Что есть вечная жизнь Мы верим Теперь написано Что воскрешение Из мертвых Оно будет для всех Кроме тех Кто давали под проценты Есть в устной торе Есть прям такая Такое уточнение Что те кто давали под проценты Они не встанут На воскрешение мертвых Поэтому говорит Мы всех людей хороним Или бесплатно Или за сто злотых Потому что они встанут Мы же на время им землю даем А этот говорит навечно Так за вечно Миллион Это арендная плата То есть не может быть Чтобы он навечно Себе взял За ту же цену Что другие Покупают до воскрешения Из мертвых Но Боргоместер засмеялся Говорит Логично Логика есть То есть вот Если мы отталкиваемся От закона То вот по закону Вот так Давать нельзя Если ты давал То тогда Это Это очень серьезное преступление Такая вот Интересная история Была в Праде Лет 150-200 назад Хорошо Завтра мы продолжим Изучать недельную главу А сегодня мы переходим К 10 главе Мишли Сегодня 10 мая И завтра мы продолжим Завтра начинается Глава Бехукатай Она сегодня началась Но завтра проведу На эту тему урок Называется Если вы будете Бехукатай Идти по моим постановлениям В Митцватай Тишмыру И будете соблюдать Мои заповеди Тогда Идет перечисление В плюсе А если вы не будете Соблюдать Тогда идет Перечисление Такое в минус Это самая страшная глава И мы почитаем Что Бог Почитаем Что Бог Сказал еврейскому народу Если будут соблюдать Завтра И если не будут соблюдать Это я вам говорю Самая страшная глава Которая только есть И Значит Поэтому Стоит прислушаться И посмотреть Насколько сбылись Все до единого Обещания Всевышнего Которые он дал В главе Бехукатая Вот вы завтра увидите А сегодня 10 глава В книге Мишли Значит В Вене Мы напишем Где можно купить В Вене Один очень хороший человек Да Бог ему здоровья Йосиф Харпатин Он купил 500 книг В Вене И он эти 500 книг Распределяет Все деньги Которые идут С этих книг Идут на распространение Торы Это от СДК Поэтому можно Или у него Купить часть книг Которые вы хотите Если вы там Где-то в Европе Находитесь рядом с Веной Он не высылает Но мы подумаем Как можно будет купить У него Или же вы можете Заказать на сайте Вы можете тоже заказать Книги лежат Тираж книг Лежит в Харькове И их можно высылать По Европе Совершенно спокойно И значит Мы можем вам Отсылать эти книги Вы можете купить И в своем городе Их потом распределять Все деньги Это деньги Все деньги От продажи Эти книг Идут дальше На распространение Торы На создание Образовательных По Торе уроков Глава 10 Значит Давайте мы Буквально Несколько отрывочков Посмотрим Значит Так Вот например Очень интересный Отрывок Второй Прямо В 10 главе Не помогут Сокровища Злодея От сдака Милостыня Милосердия Которая ты помогаешь Спасает от смерти Значит Вот история Которую я рассказал Это была Свидетельством Того Что то Что заработано Нечестным путем Потом Оно уходит И оно действительно уходит Мы можем проследить Очень много историй Когда Когда То что Люди Жившие Ради Наживы Во-первых Они уходят из этого мира Ничего с собой не забрав Во-вторых Шлома Меллах Очень много об этом говорит Начиная с первой главы Что каждый Кто алчный И Алчность Им управляет Это забирает Душу Душу Человека Это забирает Поэтому Здесь он с разных сторон Эту же мысль Подтверждает Он говорит Не спасут Сокровища Злодея От сдака Милосердие Спасает от смерти Значит мы видим Что Что действительно Ну много есть историй Сразу у меня всплывает Множество историй Когда Люди То что они Кому-то помогали То что они Делали добрые дела Это их спасало В сложную минуту А деньги Которые они копили И которыми они хвастались Это была причиной Их Или смерти Или Или наоборот Проблемы Кидали в тюрьму Их Там Пытали Чтобы эти деньги Забрать То есть Деньги являлись Казалось бы В мирное время Деньги дают Много пользы Но как только Начинаются Какие-то волнения То именно Деньги становятся Причиной Неприятности Очень часто От сдака Милосердия Если человек Занимался пользой Приносил пользу Людям Спасает от смерти Дальше Значит Вот здесь Как раз Вся глава Я смотрю Это Про Праденги Праденги Седьмой Отрывок Тоже очень часто Мы слышим Зехер Цадик Левраха Седьмой Отрывок Упоминание Или память Праведника Для благословения Вешем Решаим Иркав А имя злодеев Сгниет Или для гниения Здесь есть Очень важная Такая вещь Мышление человека Оно Оно так устроено Что то С чем ты в данный момент Соприкасаешься В своих мыслях То есть То что ты выделяешь Из огромного объема информации Которая есть у тебя В прошлом Размышления о будущем Или в окружающем мире В настоящем Человек взаимодействует Он выделяет Какую-то Это называется В дештальте Фигура Есть фон Есть фигура И то с чем ты В данный момент Взаимодействуешь Оно формирует тебя В данный момент То есть человек Это очень подвижная Такая структура Личность человека И то с чем ты В данный момент Взаимодействуешь своим мышлением, оно формирует тебя. Вот мы сейчас учим Тору, взаимодействуем с царем Соломоном, взаимодействуем со словами Торы, и в этот момент мы как бы внутри поднимаем набор самых святых, чистых мыслей и соединяем их со своей душой, то есть спускаем в божественный свет. Мы снизу как бы делаем усилия и соединяем свое внимание с Торой, а в этот момент открывается, как бы заслоночка открывается, идет божественный свет через душу, который изнутри освещает человека. Теперь говорит нам царь Соломон, мудрейший из людей, зехар цадик левраха, вспоминающий праведника, это идет для благословения, то есть когда ты вспоминаешь там любая часть рэбы, равыцках зильвер, зехарно цадик левраха, когда ты вспоминаешь таких святых, великих людей, читаешь истории, это что-то невероятное, у меня есть книга рассказы про рэбы, книга рассказы про равыцка Казильбера, когда ты вспоминаешь о этих цадиках, сразу идет благословение, у тебя сразу включается поток внутри благословения. Теперь, а имя злодеев, оно вызывает гниение. И наоборот, когда человек смотрит на лица злодеев, на злодеев, на всяких вот этих вот ужасных персонажей, ну, персонажей, да, то это вызывает у него гниение. Я проверял лично. Смотришь, например, какой-то боевик, да, вот боевик, где много трупов, где много крови или там, я фильм ужасов никогда не смотрел и не смотрю и не советую никому смотреть. Но боевик иногда на экране смотришь, боевик там, драть, убивают. В это время часы у меня, часы меряют уровень стресса. Я же там не участвую, я же сижу где-нибудь дома там на кресле, а стресс вот такой зашкаливает, как будто бы ты там находишься. Точно так же, когда ты взаимодействуешь со злодеем, то ты с ним взаимодействуешь и он как будто бы вызывает внутри гниение. Все, всем советую заказать эту книгу и изучать, изучать, изучать. И есть у нас Telegram-бот, можно изучать эту же книгу в Telegram. Изучать, кстати, удобнее в Telegram, потому что там есть на каждый отрывок комментарий, там можно каждый день смотреть, одну главу изучать. То есть очень классно изучать книгу в течение месяца, каждый день по одной главе. И запоминать, и вникать, и когда мудрость Шлома Амеллаха перейдет в вас хотя бы на 1%, он был мудрейший из людей, а вы будете на 1% мудрейший из людей. На 50% вы будете на 50% как царь Соломон. Или можно на 100 ставить, как он невозможно, но надо к этому двигаться. Все, дорогие друзья, удачи, успехов. Всем удачи, успехов. Чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. Чтобы в заслугу того, что у вас есть намерение, самое главное намерение двигаться в сторону Всевышнего. Прямо хотеть, чтобы Он открыл вам все тайны, чтобы Он открыл вам, как надо жить, чтобы на всех своих путях, познавай его, и он выпрямит твои дорожки. Все тогда решения будут правильные. Все, вот сейчас после урока ТОРа можно, нужно записать свои выводы, инсайты, что вы для себя выучили, что вы поняли, что вы осознали. И после того, как вы запишите свои выводы, инсайты, прям конкретно 1, 2, 3, резюме урока, чтобы оно не ушло куда-то, закрепить этот инсайт. После этого вы можете подумать, попланировать, подумать о своих целях, попросить у Всевышнего благословения на всех своих путях. И я говорю вам о Мэйне на все ваши молитвы. Удачи, успехов, до завтра.